Весной 1943 года, после завершения Сталинградской битвы, руководство Ульяновского автозавода вызвали в Москву и поручили начать подготовку автомобилей, которые будут выпускаться после войны. К 1 мая 1944 года в экспериментальном цехе собрали опытный образец Ульзис-253, проект главного корпуса ОАЗа, выполненный Трестом Промстройпроект по заданию Министерства автомобильной промышленности, 1947 год. 1956 год, первая экспортная поставка. Пробную партию ГАЗ-69 доставили в Индонезию, но местные термиты погрызли машинам колеса. Шины превратились в губку и сделка оказалась под угрозой, инженерам пришлось в короткий срок разработать специальные тропические покрышки. В 1959 году на испытаниях под Астраханье водитель забыл поставить машину на ручник, и та скатилась в воду. «Ребята, машина плыла!» — закричал он. «Так УАЗ превратился в амфибию, эту заводскую шутку затем будут передавать из поколения в поколение». Опытный электромобиль на базе УАЗ-451 с закрепленными на днище свинцово-кислотными батареями. К 1980 году вокруг проекта сформировалось целое конструкторское бюро. 1960 год. Испытание снегохода УАЗ-451С. Передние колеса заменены на лыжи, задние — на гусеницы. Оборудование было сменное, летом можно было ставить привычные колеса. Схемы тестов УАЗ-469 в период с 7 июля 1962 года по 25 января 1963 года. Испытатели не только преодолели почти всю европейскую часть СССР, но также побывали в Ташкенте, Ашхабаде, Баку и Душанбе. Некоторые машины оснащали тяжелыми прицепами, проверяли, как доработают агрегаты после первой части экспедиции. Итальянец Филиппо Мартарелли. В 1960-х его семья заболела УАЗ-Мист, его 469-й на ралли в Италии, 1992 год. Весной 1973 года московские автожурналисты отправились в 4-месячную тестовую экспедицию по маршруту Москва, Магадан, Москва. Водители преодолели около 40 тысяч километров, а советские читатели впервые узнали, что такое русский внедорожник. В августе 1974 года три абсолютно стандартных УАЗ-469Б покорили Эльбрус. Разреженный воздух отнимал у двигателя до 30 лошадиных сил. Машины буквально висели на краю пропасти, но водители все же поднялись на высоту 4200 метров. Попутно они помогли спасателям доставить наверх специальное оборудование, с помощью которого были спасены потерявшиеся в расщелине туристов. 1974 год. Экспедиция по Сахаре. В эту поездку сотрудники УАЗа отправились в компании с семьей Мартарелли, которые продавали советские внедорожники в Италии. Испытатели преодолели 11 тысяч километров, из которых больше семи пришлось на песчаный маршрут. 1976 год. Испытание УАЗ-452АЗ, разработанного специально для работ на Крайнем Севере. В первую очередь, для скорой помощи. Кузов утеплили полиуретановой прослойкой, установили отопитель, работающий при заглушенном моторе. При температуре минус 50 градусов по Цельсию в салоне было около 30 градусов тепла. Во время испытаний водителям и врачам неоднократно приходилось прорываться через снега к больным, до которых из-за погодных условий не могла долететься навиация. Однажды по срочному вызову пришлось ехать в одно из селений Кроженицы Якутки. Роды начались на обратном пути, прямо в машине. Девочку назвали Ульяной. 1977 год. Пробег по маршруту Москва, Горький, Ташкент, Каракумы. Опытные машины немного отличались от серийных, на них установили новую светотехнику, более удобные сидения для водителей и пассажиров и улучшили тормоза. УАЗы с надписью «Испытания» привлекали внимание повсюду и всех – газовиков, колхозников, сборщиков хлопка, милиционеров и пограничников. Тесты секретной амфибии Ягуар, 1976-1990 годы, которая так и не была запущена в серию. Испытатели вспоминают, завод подписал договор. Мы никогда не делали таких автомобилей, но это было новое интересно, а сил у нас было достаточно. В начале испытания у заказчика спросили, вы хотите иметь катер, который может ездить по суше или автомобиль, который может плавать? Ответ последовал незамедлительно – автомобиль. Но плавать его все равно научили.